Друзья и ученики, физкульт привет! Это рубрика вопрос-ответ. И сегодня отвечаю на вопрос некоторых своих подписчиков, который звучит так. Почему я против того, чтобы покупать и пить гейнер? Но это не совсем так. Я не против того, чтобы вы пили гейнеры. Я против того, чтобы вы покупали их. Еще Сосулин Борис рассказал вам о том, что качественный хороший гейнер это большая редкость. И это действительно так. Как проще на самом деле делать то, о чем говорю я? Покупать комплексный протеин. Это не изолит, это не вей, это не еще какой-то протеин. А именно комплексный. Что такое комплексный протеин? Это 4 как минимум белка. Два из которых будут быстрыми, два из которых будут медленными. Вы убиваете кучу зайцев, покупая именно такой протеин. Показаться может, что он дороже. Но на самом деле в перерасчете и если рассматривать все за и против, такой протеин гораздо дешевле. И добавив к такому протеину немножко овсянки вареной. А после тренировки, если вы будете пить такой протеин, добавить банан. Получается идеальный гейнер. Перед тренировкой за полтора часа, конечно же, лучше будет добавить что-то из медленных углеводов. Но после тренировки нужно добавить быстрый углевод. Поэтому, друзья, пейте гейнеры, но только сделанные собственноручно на основе, все правильно, комплексного протеина. Один из лучших комплексных протеинов это от компании Optimum Nutrition. Поэтому я всем рекомендую покупать этот протеин. Хотя они мне, к сожалению, за рекламу не платят. Кстати, меня часто спрашивают, где вы можете купить хорошие качественные стероиды, фармакологию. Я оставлю все ссылки под этим видео. Я сам там частенько заказывал для своих друзей, да и вообще этим занимаются мои друзья. Поэтому я вам рекомендую, особенно тем, кто занимается профессионально, потому что вы будете получать то, что заявлено, именно то количество действующего вещества, которое заявлено на упаковке. Это очень важно. И, кстати, об этом будет тема следующего ролика, который будет называться «Дозировки фармакологии тогда и теперь». Очень интересная тема. Я ее не раз затрагивал в разговорах со своими учениками, теми, кто выступает и кто сидит на фармакологии. Но в общей массы данный ролик не выходил, данная информация. Так что не пропустите те, кому это интересно. Но я еще хочу вас предупредить, что фармакология только для опытных спортсменов, только для тех, кто уже перевалил за 35-летний возраст, как минимум. И, конечно же, для тех, у кого очень низкий уровень тестостерона. Это мы говорим только о мужчинах. Женщинам фармакология противопоказана. Даже если вы выступающая бикинистка, вы можете очень хорошо и качественно выступать, готовиться без какой-либо фармакологии, что и доказывают мои ученицы. Кстати, не пропустите, началась подготовка, и я буду выкладывать у себя на канале Таня Теджим, и она на своем канале будет выкладывать. Мы готовим ее к серьезным соревнованиям по бикини. Увидимся в тренажерном зале. Всем здоровья, счастья.